ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Итак, начнем. Бразильский состав вы уже видели. Чемпионат России. Собственно, вот так вот он выглядит. Сейчас направо кого я хотел выставить. Правым, правым, правым. Джуджак направо тогда пойдет. Сюда вот. Ну и, собственно, вот так вот пока что это все есть. Сейчас мы еще посмотрим, кстати говоря, российское поиск в моем клубе. Халк Эльм. Тимащук. А, кстати говоря, возьмем сюда Халка. И как раз поменяем его на Джуджака. Так, Денисов Ломберц. Жирков на Дани. Тина Коста. Ну, он центральный у нас, да? Но мы пока его трогать не будем. Так, посмотрим, кто еще есть. Это все, видите, рейтинг Фуфло. Еще Цубер есть, но это тоже ни о чем. 78. Вот вместо Ломберца поставим Ансальди. Он побольше в рейтинге. Ну и, собственно, вот такой вот русский состав. За него пока играть я не хочу. Это все игроки, которых я тупо покупал, которые тупо в наборах мне попадались. Вот АПЛ-очка есть. Так вот. В принципе, Джерард, Агер, это все-все-все выпадали мне в составах. На замене есть Шурли, Негрэда, Джека. В принципе, как-то вот так вот на 81 рейтинг. Ну, не шибко сильно, потому что здесь как бы такие футболисты нет особо дорогих. Вот. И последний состав. Это Бундеслига. Из тех, которые у меня были, тут, как вы видите, еще немного. И в основном здесь Баруси. Здесь у нас Алаба, Махитарян, Абамиянг, в принципе. Так вот. Ну и пару футболистов, конечно же, из Баварии. Это тоже все, что выпадало мне в составах. Просто на рандоме создал. Вот что получилось. Ну, а мы сыграем, друзья, за бразильцев сейчас. За состав Бразилии. Хочу подкопить, наверное... О, кстати, мы можем купить наборчик, друзья. Смотрите-ка. И сейчас, кстати, на трансферах выставим там... Ага. Так, одного этого. Так, так. Магазин. Золотые наборы. Хочу, наверное, начать собирать какой-то состав из таких, знаете, сильных звезд. Которые пускай будут стоить дорого. Но... Есть, есть к чему стремиться. На один состав, кстати, греально такой попадал. У него было около семи синих тотцев. О, объятий. Выпал неплохо. Так, вот это вот. Ещё и Дракслер. Ну, тоже нормально. Оставим пока тебя. Так. Эту форму. Я продаю сейчас все формы. Всякие эти значки. Это тухляк этот весь. Вот. И что хотел сказать-то? Так вот, попадал он в такой состав. У него семь синих тотцев было. Два чёрных. И... Это было просто жесть. То есть, счёт был 4-3. Я выцарапал в конце. У него был Ибрагимович. У него состав был на 86 звёзд. Рейтинг 86 пятизвёздочный. И это просто разрывание было. Он Ибрагимовичем обыгрывал полкоманды. Но... В итоге я всё-таки сумел урвать победу. Ну, и сейчас, наконец-таки, давайте уже приступим. Приступим к нашему матчу. Всё-таки мне нравится Ultimate Team тем, что это онлайн. Тем, что здесь ты собираешь состав из разных футболистов. Раньше я, честно сказать, как-то не придавал много значения. И... Сейчас, действительно, я замечаю, что многие люди начали покупать FIFU. И... Многие-многие начали играть в Ultimate Team. И вот сейчас у многих, пока мы ищем соперника, немножко так, по философству, сейчас удивляются многие, почему большинство футболистов начали дешеветь на рынке. На игровом рынке. И почему они реально падают в цене. Когда раньше они стоили дорого, то сейчас не так много футболистов, которые прям стоят дофига. Так вот, лично моё мнение, это потому, что именно возрос ажиотаж на FIFU. Много летсплеев начало выходить на FIFU. Многие летсплейщики начали показывать режим Ultimate Team, о котором раньше, по крайней мере, я до 2013 года я в него вообще не играл. Мне был он неинтересен. И поэтому многие начали открывать для себя этот режим. А поиграть в него-то можно только на лицензии. И, собственно, нужно её купить. Ну и из-за этого от перенасыщения рынка, так скажем, людьми многие начали просто выставлять игроков дешевле, чтобы быстрее продать. И поэтому цена собственно начала падать. Ну и вот встречает нас французский составчик. 82 звезды. Соточка сыгранности. 82 рейтинг, конечно же. Значок Реала. Ну и стадион Уэмбли. У нас форма Зенита, друзья. Выпала она мне тоже в каком-то наборе. Парень решил посмотреть, как команды выходят на поле. Чувствую, соединение у него ещё не самое лучшее. Давай, дружок, погнали. Мне кажется, своих негритят ты видел уже везде. Ну а моих... Мои не должны быть тебе, интересно. Увидишь на футбольном поле, как играем. Ну и так, матч начался. Диего играет на Данте. Данте в центр на Оскара. Виллиан по флангу. Хорошо, Данте. И здесь малыш Виллиан. Выцарапал мяч. Убрал. Вот это лишний финт, но мяч сохранил. Хороший плотный удар. Ну, раскатали, как на тренировке, и Халк под 11-м номером на 4-й минуте выводит нашу команду вперёд. Не стал навешивать, просто катнул в центр, и 1-0. Парень насмотрелся, видимо, футбола. Точнее, как команды выходят на поле. Я надеюсь, он сейчас не ливанёт. Потому что до 5-й минуты встречи, друзья, матч можно покинуть, и это не будет считаться техническим поражением. Ну, нет, здесь Джефферсон на выходе играет на ура. И снова пас на Виллиана. Пока что французы ничего не могут нам противопоставить, и Лима забивает второй мяч уже на 7-й минуте. Здесь хорошая атака получилась. Виллиан обыграл, прокинул на Лиму, и тот уже без особого труда забил гол. Многие спрашивают, мол, вот, ты там на новичках играешь в карьеру, ты не умеешь играть, ты нуб. Ну, ребят, вот многие матчи именно ультимейт тим. Они показывают уровень игры, и я не говорю, что я играю как профессионал, там, но чаще всего я стараюсь играть не на одних навесах, как здесь играет большинство, а на пасах, дальних ударах, каких-то распасовках, и просто делать красивую комбинацию. С живыми людьми это получается интересней. С компьютером, поскольку это компьютер, это машина, он не может думать как-то просто придумывая что-то. Парень, мне кажется, решил ливануть. И поэтому с живыми людьми играть интересней. Но нет, смотрите, остался. Остался в строю, и за это ему плюс. У Виллиана обыграть не получилось, не стоит расслабляться. Давид Луис отличный подкат. Малыш Виллиан мяч отыграл, хорошо. Халк по ногам ему дали. Лима играет на Эрнандеса. Вперед на Лиму, и посмотрите, какое ускорение делает Лима Диего. Снова Лима с мячом. Вот здесь уже не получилось. И пошла атака соперника. Но Данте не пропускает. Оп, малыш Виллиан. Вы посмотрите, что вытворяет, а? Ну, вот здесь уже третьего не дали ему пройти. А вот это может быть опасно. Это может быть опасно. Дальний удар, и Джефферсон на месте. Угловой удар. Парни почему-то какие-то недержания, что ли, постоянно, когда он делает либо подачу, либо удар от ворот, ему нужно сделать паузу. Видимо, руки потеют. Ну да, вот так вот быстро два гола мы забили, пока игра успокоилась. Виллиан придумывает много на левом фланге. В принципе, ну, пока не особо интересная такая игра, ожесточенная, чтобы, знаете, прям вот рвать и метать. Удар по воротам защита спасает. Лима. А вот здесь, к сожалению, упускаем мяч. Отлично, отлично, отлично. Можно в центр, хорошо. Перевод на Виллиана, налево. Пас в центр. Ах, не дотянулся. Бензима у него. Вот Бензима на навесах очень хорош, но здесь все-таки нарушение правил. Казалось бы, уже пропал значок, но здесь обоюдная борьба. Я не скажу, что что-то такое прям просто из-за того, что, может быть, я немножко рукой его придерживал, в итоге выиграл мяч. Ну что, будет подача? Или розыгрыш? Кабаевича. Дальний удар плотный такой, хороший, но Джефферсон на месте. Здесь уже Лукас. Вот он у нас просто разрыватель бровки. Вот, последний момент не хватило. Не хватило точности. И вот сейчас надо сжирать его просто. Да. Может быть, даже желтую дадут. Нет, желтой карточки не будет. Все самые крупные ребята у нас в стенку стоят. Перекладина. И Лима понесся. Давай, Лима. Не прошло, не прошло. Данте хорош в подкате. Ножницами вынесли. Виллиан. Оскар с мячом. Хорошо. Снова на Лиму. У него еще и осталось немного сил. Но это уж какой-то перебор был. У Халка. Халка еще вагон. Я думаю, в втором тайме на Слуи Субиана выйдет вместо Лимы. Потому что Лима как-то подустал. Данте у мяча. Подача в штрафную. Удар головой. Нет. Не дотянулись. Ну и что, парень, что ты вытворяешь? Халку мяча. Так, это как раз есть момент поменять Лиму на Лиз Фабиана. Даже еще до перерыва сделаю замену. Видно, что у него уже сил не так много. А парень, видимо, пошел покушать. Ну, может быть, в туалет. Пять секунд и будет... Нет, ну, хотя замена-то надо, чтобы мяч ушел. Сильный вынос мяча вперед. Хорошо Оскар на фланге. И еще один мяч Лима решил перед уходом наколотить. 3-0 в раздевалочку. Здесь Оскар хорошо продрался, забил, точнее, пробил. Ну, а это от безысходности удар. Но, смотрите, опасно, но FIFA уровень голкипера это просто нечто. Он мог спокойно сейчас, видя, что мяч летит чуть выше, чуть ниже, отбить его на угловой. Хороший заброс. Халк. И еще один. Даже до перерыва успели закатать. И все, вот теперь парень точно ливанул. 4-0 ему в первом тайме уже не выдержать. Знаете, вот порой не хочется забивать много, когда есть такая возможность, потому что люди просто начинают ливать. Но, а с другой стороны, для чего нужен футбол, чтобы забивать голы? Ну, если ты не можешь забивать голы, ну, что я могу поделать? И одно дело, когда, знаете, у вас супер состав, реально, вот, как я играл, где там был Ибрагимович с Кавани в нападении, и когда человек играет на одних забросах и дальних ударах, навесом, от своих ворот, голкипером, и когда моя защита просто не успевает за ним, ну, вот тогда, да, тогда, мне кажется, интереса в футболе нет никакого. Ну, а я, вот, лично считаю, что я не играю на одних навесах, забросах, и поэтому, чувак, поменяй форму, вот так вот, отлично. так, смотрим, что у него, the best lol1, ну, нормально, ну, хотя, 84 звезды, 84 рейтинг, 5 звезд, 100% сыгранность, но я думаю, у нас должно что-то получиться, у него форвард там, да, фалька, 90-е в нападении, он начинает уже вытворять трюки, мне кажется, игра простой уже не будет, но мяч ушел, ушел, Виллиан играет на Лиму, Оскар, вперед Халку, Халк продирается, и вот Пас, к сожалению, дать не успел, отлично, хороший подкат, а вот это грубейшая ошибка, просто грубейшая ошибка, но здесь Виллиан молодчик исправился, Данте, снова Виллиан, вот это чувствую гол, это чувствую гол, жопой оффсайт, успел вовремя выйти, и вот здесь игра будет интересной, друзья, это я уже просто пятой точкой почуял, что это реально будет интересно, Виллиан, не смог проскочить, не смог проскочить, удар 1-0, ну это Фалькао, если его оставили без прикрытия, то уровень игрока 90, а точнее его скилл, говорит о многом, ну и у нас есть свои Голиадоры, очень быстро отыгрываемся в следующей же атаке, пас через центр и хороший удар с левой ноги, аут в нашу пользу, халк с мячом на фланге, угловой удар заработали, по идее, да, так оно и есть, Диего подает, подача, есть, удар, вот удар головой получился выше ворот, как Виллиан отбежал, не тут-то было, дружок, Лима, хорошо, еще один дальний удар, как-то наша форма с вратарем сливается, корпус, корпус, да, Луис, как так можно было, вот вы посмотрите, маленький этот карлик, Фалькао, просто навес и гол, и казалось бы, Луис уже выиграл борьбу, да хрен там был, ладно, чувак, хочешь играть на навесах, давай будем играть на навесах, блин, куда, так, отлично, пас неудачный и снова на Фалькао, в нашего футболиста мяч попадает, 2-1, хорошо, Виллиан, забивай, да куда ж ты, Оскар, надо было же закручивать в ворота, а не просто в руки галкиперу, и здесь облажались, просто облажались, ну ладно, справляемся пока, хорошо, Лукас, давай, это что за жесть, меня тень у его ворот просто вымораживает, Tour similar, который я找 тебе доход, est, он хранит, неудачный будет, мне тетя, что этоED, что это буду делать, что это вид доход, чтобы единを ристrån, тезя, это будет решение. Хорошо, успеваем И вот он пас Халку Халк, давай, попробуй его Есть! Лима! Вот так вот На 43-й мы сравниваем счет Халк сделал гроссмейстерскую паузу И выдал на дальнюю Лиме, который пробил Прямо так хлестко с левой ноги Под вратарем 2-2 Еще не все Потеряно, дорогие друзья Если, конечно, сейчас этот парень На одних навесах не начнет рубать Ну, это Непонятно куда удар В стиле Халк, что ли, хотел забить 45-я минута Еще один дальний Ох, вот это опасно Дальний удар Чуть за шиворот не прилетел Вот здесь я подумал, что мяч уже в воротах лежит Но нет, не тут-то было И перерыв, друзья Нормально пока держимся Сейчас посмотрим, как у нас там С запасом сил Пока еще можно играть Теперь уже в другие ворота гоним Мне кажется Теперь будет полегче Там тени этой гребаной нет Которая меня раздражает Луис Красавец Красавец Хорошо разыграли Но тут же Упустили мяч Офсайда нету Отлично Халк Пяточка Туда направо Да, Лукас Набирает скорость Пытался Оскар Изящно так Прокинуть мяч Здесь Виллиана Придавили Виллиан с мячом У Лимы Не получилось Просочиться Через защиту Какая потеря А вот здесь должен Луис Страховать Да, так и есть Заработали Аут Хорошо, что В Луисе Мяч не отскочил Хорошая стеночка Ух, как аббаты А Ну, облажался Удар Поворотом Опасно Вашу-то мать Халк Не дотянулся До мяча Разряжает Обстановку Паренек Но ненадолго Длинный заброс В штрафную Луисе Но Наш галкипер То на месте Ну, давайте Давайте, ребят Халк Куда ж такой удар С правой-то Лима-боец Показывает Чудеса на виражах И Заставляет ошибиться Соперника Еще один аут Только уже в нашу пользу Не прошел пас Обидно Досадно Ну, ладно Еще есть попытки Отлично Виллиан Из последних сил Не дали Халку пробить Лукас Хороший удар Рикошет Угловой Поддавливаем И поддавливаем 75-я минута Халк Нет Не дали пробить Вставай, вставай, вставай Штрафной удар В нашу пользу Штрафной Мать его Удар Попробуем Я не особо Так, это хорошо 33 метра до Ворот Ну нет Это Не то, что сильно А просто В сторону Вот это может быть опасно Не в ту сторону Побежал Давай, Лима Ты справишься Угловой удар Я думаю Сейчас нам стоит Сделать замену Просто наше нападение Умирает Состав Вместо Лимы Луис Фабиано Вместо Виллиана На левый фланг Выйдет Жуазиньо Так, давайте Последние Сколько там Минут 10 5-10 Последние пару минут Подача есть Понеслась защита В атаку Халк Штрафной удар Опаснейший Штрафной удар На самой Линии Ворот Я думаю Давид Луис Подойдет К этому мячу Ох, как сильно Перебрал я Хотел по земле Катом выдавать Халк Потеря мяча И это Выход Фалькао Гол Твою мать Всю Всю игру У меня Луис Получил травму Еще просто Шикарно Дернул Мышцу И вот так Вот на последних Минутах Фалькао Забивает Да Может быть Еще есть шанс Нет Все Обосрались Мы друзья Но Игра Получилась Интересная Хоть Фалькао Три мяча Как видите Кроме него Даже никто И поворотом Не бил Я надеюсь Вам все равно Понравилось С вами был Локи Мы еще Увидимся Всем спасибо За просмотр И пока Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому